Всем привет! С вами всё ещё Светлана, Екатерина и вот этот противный кот со мной олицетворять сегодня одного автора, про которого мы будем говорить. И одну книжку. Но это мы посмотрим на его поведение. Говорить мы сегодня будем о Мэти Хейге, авторе, с которым мы познакомились совсем недавно, в этом году. В начале этого года. Да, но он уже успел затесаться в любимчики, в любимчики среди авторов, с которым очень приятно расслабиться, отдохнуть, вообще разгрузить мозг. И его книжки очень быстро, легко читаются, буквально за один-два дня. Мэд Хейг – это английский автор, он молодой ещё достаточно для писательской карьеры, ему всего лишь 40 лет. Надеемся, что его будет ждать большое будущее. А писать он, кстати, начал 10 лет назад, когда ему было 30 лет. И до того, как он начал писать, он успел побывать и управляющим интернет-маркетинговой компанией. По этому поводу у него есть книга «100 выдающихся брендов» или что-то около того. Но мы эту книгу не читали, потому что там совершенно не близко, не интересно. Да и вообще, что мы понимаем в брендах? Ну мы же не Мэд Хейг. А также он успел поработать в ночном клубе в Испании. Думаем, у него была там интересная работа. Ну хорошо, что он писать в итоге начал. Конечно. Иначе, что бы мы с тобой читали, правда же? С чем бы мы расслаблялись, если бы не Мэтт Хейг? Прежде всего, он славится своими детскими книгами. За них он получил самое большое количество наград. На русский язык у Мэтта Хейга переведено 6 книг. Они у нас все есть. Осталось дождаться ещё 4-х. И вроде вот из этих 4-х первые 2-е это вот эти вот типа дебютные. Да, это книги, которые я хочу заполучить на русском языке, наверное, больше всего. Потому что его первая книга, она кажется в русском варианте будет называться что-то типа «Последняя семья в Англии». Книга, которая основана на Генрихе IV Шекспира. Но только все главные герои у Мэтта Хейга в этом произведении будут с собаками. Кстати, Мэтт Хейг вообще любит животных, и почти во всех его книжках есть либо котики, либо собачки. Это ему большой-большой плюс добавляет. Да, это нас очень привлекает. И ещё книга, которая пока ещё не переведена, но меня очень интересует, потому что сам Мэтт Хейг говорит о том, что это его самое мрачное произведение. И он ещё намекает, что в этой книге где-то 3% у нас от Гамлета и 97% от «Возвращения джедая». Что меня особенно интересует. Я небольшой дефонат «Возвездных войн». Это не проблема отца и сына. Эта книга рассказывает об 11-летнем мальчике, который потерял своего отца, и он ему является в качестве призрака. Ну да, Гамлет и джедаи. Да, и что-то там называется, он там «Клуб мёртвых отцов» или что-то в этом роде. Ну, давайте перейдём к тем книгам, которые мы прочитали, которые у нас имеются, и что мы о них думаем. Кратенько обсудим их. Мы решили говорить о книгах в этот раз не по хронологии, а начать с той книжки, которая, собственно, нас и привлекла к Мэтту Хейгу в своё время. Потому что это всё очень банально и для нас предсказуемо. Это детская книга «Быть котом» на обложке «Чёрный котик». Мне книжка очень понравилась. Она рассказывает нам о мальчике. Я забыла, как зовут мальчика. Барни и в 12-летний, у него не всё так хорошо в жизни. И, кстати, Мэтт Хейг любит брать какие-то вот проблемные семьи, когда что-то там не надо. У него вот эта вот тема, в книгах есть переживание ребёнком смерти родителей. Ну, в книжке этого нет. Почти во всех книгах есть вот это вот затронуто. А если не переживание смерти родителей, то развод, отсутствие мамы или папы. Мне почему-то кажется, что это ему близко, хотя я не смотрела там в его биографии, я не видела погибли у него родители. Но в его биографии почти ничего личного нет. Да, но эта тема затрагивается почти во всех его книгах. Барни Ив не очень доволен своей жизнью. Вот он однажды думает про то, как это замечательно быть котом. Лежишь на солнышке, трескаешь, сгреешься, толстеешь, красивеешь. Да, толстеешь и красивеешь. Поэтому Барни по своей такой неосторожности, неосмотрительности желает, загадывает желание. Он хочет стать котом. И так случается, что его желание сбывается. Он действительно превращается в кота. И нам рассказывается о его приключениях в виде котика. Это очень трогательная история. И она, наверное, должна понравиться всем любителям животных, особенно любителям котиков. И, кстати, вот в этом издании у нас очень милые иллюстрации от Пита Вильямсона. Но нам они нравятся. Они, конечно, поначалу немножко смущали, особенно по обложке, когда я только начинала читать. Мне казалось, это что-то такое эммовское. Потому что тут все мальчики и девочки вот с такими вот черными глазками. Но это, видимо, просто манера у художника такая. Да. Быть котом у нас вышло в 2012 году. А теперь мы переходим к более ранним детским книжкам. Это у нас «Диология. Тенистый лес. Избежавший тролль». Это, наверное, самые известные книги у Мэтта Хейга. И книги, которые... Вернее, книга «Тенистый лес». Это та книга, которая получила целых 8 наград как лучшая детская книжка. Благодаря ей, наверное, Мэтт Хейг прославился. Хотя после первого романа о нем уже заговорили. Но вот «Тенистый лес» окончательно принес ему славу детского писателя. У меня это вообще любимая книга у Мэтта Хейга. Хоть она и детская. У меня другая, но я не пользуюсь. У тебя взрослая. У меня взрослая. В книге главный герой, опять-таки, это 12-летний мальчик Сэмюэль Блинк со своей сестрой Мартой. Они едут с родителями в автомобиле и попадают в автокатастрофу. И получается так, что родители погибают мгновенно на глазах у детей. Марта после этого, естественно, она впадает не то чтобы в депрессию. И у нее случается вот этот самый синдром, когда ребенок после чего-то страшного перестает говорить. А до этого она вообще была абсолютно другая. Она пела песни, она постоянно дергала Сэмюэля. Да, она была очень общительная, радостная. Она всему радовалась, постоянно там скакала, плясала. Сэмюэль очень не любил слушать ее песни. После смерти родителей, когда Марта перестала говорить, все, что хотел Сэмюэль на этом свете от своей сестры, это еще раз услышать ее голос. И в силу таких вот несчастных обстоятельств Сэмюэль и Марта оказываются у своей тетушки в Норвегии, в маленьком скандинавском городишке. Тетушку зовут Ида, она живет одна, у нее муж пропал, наверное, лет 10 где-то назад, дядя Хенрик. Она живет с собакой, которую зовут, очень типично для Норвегии, ее зовут Ипсен. Мы уже говорили, что вот Мэтт Хейк любит животных. У него в каждом произведении обязательно либо собачка, либо кошечка. И да, вот такой вот положительный плюс к его произведениям это действительно добавляет. Ну не знаю, то, как он описывает и пишет про животных, создается впечатление, что сам он их очень любит. Надеемся, что это так. Но повадки он их знает точно. И вот тетушка живет на окраине этого городка, около их дома тот самый тенистый лес, в который ушел дядя Хенрик 10 лет назад и не вернулся. И вроде как, если ты зайдешь в этот тенистый лес, ты не вернешься. Да, поэтому, естественно, посещение тенистого леса под большим запретом. Но Марта идет в этот тенистый лес. У Сэмюэля не остается выбора, ему надо идти спасать свою сестру. Он отправляется туда, где их ждут большие приключения. Да. А вслед за Сэмюэлем идет туда и тетушка Ида в полном облачении, в полном облачении олимпийской чемпионки. Потому что тетя Ида с дядей Хенриком, не просто два пожилых человека, хотя они не пожилые, они просто в возрасте. Они, кто она там, метательница? Она метательница копья, да. Ее муж дядя Хенрик был лыжником, он был прыгун с трамплина. И у них у обоих по золотые медали есть. Тетушка отправляется в лес на перевес с метательным копьем. И вот в этом лесу происходят не только там всякие волшебные чудеса, но в основном все там очень и очень мрачное. Мэтту Хейгу, наверное, вот именно в этой книге лучше всего удалось передать какую-то атмосферность, потому что вот это вот тенистый лес. Тебе так и кажется, что все вокруг тебя в снегу, заросло мхом. Но мне вот эта книжка больше всего именно нравится за атмосферность. Я хоть, у меня проблемы со скандинавскими писателями, но я очень люблю вот эти все страны. Я не была там ни разу, но мне очень хочется. В основном меня привлекает селедка. И вообще их кухня национальная. Если уж говорить честно, да, что ты бы поехала туда только из-за селедки. Да, это так. И здесь, кстати, есть такие моменты, когда чуть-чуть, но описана вот их кухня. Селедка, их вот этот странный, по-моему, брусничный, да, джем? Да, брусничный. Очень вкусный, с мясом. Все, мне надо идти кушать. Катя сразу плохо, это любимая книжка. Вот эта атмосфера мне нравится в книжке больше всего. Вот эта атмосфера маленького-маленького городка. Из-за некоторых моментов эту книжку детям лучше читать вместе с родителями, если это до 12 лет. Кое-что надо пояснить. Да и многие моменты, они будут упущены. Например, вот дети легче переживают, да, какие-то страшные обстоятельства, чем взрослые. И такие ситуации в книге гораздо легче проходят через детей, чем через взрослых. Ну и, наверное, давайте расскажем про вторую книжку. Эта книжка лично мне нравится меньше всего у Мэтта Хейга. И, не знаю, она вообще прошла мимо меня. Она абсолютно мне не понравилась, она неприятная. Как по названию можно понять, да, «Сбежавший тролль». Тут сразу же, да, после «Тенистого леса» тут сразу идет вот продолжение. Тут мальчик, тролль-сын, сбегает от тролль-мамы и тролль-папы. К Сэмюэлю Блинку. Это его человек-друг, как он думает. Да, он мечтает стать таким же, как Сэмюэль, а особенно, чтобы у него было свое собственное имя. Потому что всех троллей зовут. Тролль-мама, тролль-папа, тролль-сын. У них нет своих собственных имен. Поэтому самая большая мечта этого тролля – иметь свое собственное имя и быть таким же свободным, как Сэмюэль. В книжке еще я хотела сказать, здесь иллюстрации не просто отвратительные. Потому что на иллюстрациях в основном троллях. И, может быть, я такая излишне брезгливая, но меня в этой книжке отталкивают описания, поскольку тут в основном тролли, все описания про троллей. Вот, например, вот эта чудесная семья. Тролль-мама, тролль-папа, тролль-сын. И, по-моему, у них есть тролль-дочь. Да, дочка есть. Они все одноглазые. И у них один глаз на всех. И вот это вот каждый раз описание, как глаз с очпоканным, он вытаскивает, дает другому… Негигиенично пользоваться одним глазом на всех. Они не моются, они не моют свои дома, они все грязные, вонючие. Мне было неприятно. И книжка очень затянута, она гораздо объемнее «Тенистого леса». И вот этот вот объем, он ему пошел, ну, не к добру он ему. Но я вот тут, да, я с тобой соглашусь, она действительно затянута. Какие-то моменты можно было вообще убрать, сделать ее более короткой, но более динамичной. И тогда она будет расслабляться, да. Я забыла сказать еще что, какие у меня ассоциации с этими книжками. Немножечко, особенно вот «Тенистый лес», она похожа по настроению на «Грэвити Фоллс». «Брат с сестрой», да? «Диппер» и «Мэйбл» — это «Сэмюэль» и «Марта». Ну, «Мэйбл», «Марта», вернее, она не такая, как «Мэйбл», она такая, как «Мэйбл» только в начале. И, кстати, вот в этой книжке она такая же. Вот это вот «Маленький городок», «Таинственные происшествия», «Брат с сестрой» немножечко похожа на «Грэвити Фоллс». Так, Света, соглашайся. Ну да, там тоже, там лес необычный, да? Ну ты так спрашиваешь, ты же тоже смотришь. Ну я смотрю, но я не такой фанат, как Катя. Она просто смотрит одним глазом. «Тенистый лес» нам нравится, а вот это нам не нравится. У нас закончились детские книжки. Детский блог закончен. Да, мы переходим теперь к относительно взрослым. И следующую книжку читала только я. Это у нас «Семья Редли», книжечка 2010 года. Здесь у нас про вампиров. Опять-таки семья, мама-папа, брат с сестрой. В таком уже, в более таком, вот этом, кризисном подростковом возрасте, когда бунтарство и наперекор всему максимализм прет. По-моему, их зовут Роуин и Клара. Семья необычная. Семья уже 17 лет, как воздерживающиеся вампиры. Вампиры-вегетарианцы. Да, как только мамочка забеременела, они сразу же решили с мужем, что они будут воздерживаться от крови. А когда вампиры воздерживаются от своей сущности, они теряют свои суперспособности. В итоге случается тоже страшное происшествие, из-за которого все воздержание летит к чертям. Дети узнают правду, потому что до этого они знать не знали. Прилетает брат, брат отца. А у него есть суперсилы. Он и летает, и весильный. А все по причине того, что его брат, он плохой парень. Причем плохой во всех смыслах. Он невоздерживающийся вампир. Он очень-таки практикующий. Любящий вечер. Да. Вся книжечка – это 4 дня и несколько ночей. Тут, естественно, опять-таки, на первом, наверное, плане, если отбросить всю эту вампирскую шелуху, тут опять-таки проблемы в семье. Это самое главное. Проблемы старшего поколения с младшим, проблемы между отцом, вернее, между мамой и папой, между отцом это как-то грубовато. Даже проблемы вот с дядей. Одни сплошные семейные проблемы. И вот это вот то, что детей до стольки лет родители обманывали, а тут выясняется все. А если бы они знали, ничего бы такого, может быть, и страшного бы не случилось, они бы воздерживались сознательно. Тут за 4 дня, получается, детям надо перестроить полностью свое мировоззрение, вообще понять, на какой им быть стороне и как им поступать. Ну, я не знаю, я могу сказать, что для Меттехейга книжка довольно-таки проходная, и читать ее, наверное, надо только, если вы Меттехейга любите или любите вампиров. И она немножечко похожа на... По-моему, это трилогия у Кристофера Мура «Изверги кровососы». Ну, там, конечно, более старшие взятые главные герои, парень с девушкой. Но вот по настроению она такая же, она такая веселая книжка про вампиров, без всякой вот этой вот... Решней мишуры. ...розовых соплей. И следующая книга — это просто «Светина, любовь мной не слишком понятная». Это книга «Люди и я». Я просто влюбилась в нее с первых строк. Я уже рассказывала в каких-то покупках историю приобретения этой книжки. Я начала ее читать в электронном виде. Но после первых, наверное, 10 страниц поняла, что она мне нужна исключительно в бумажном. Купила и уже дочитывала в бумажном виде. Здесь самое приятное для меня. Мэтт Хейк затронул математику. Рассказывает нам эта книга о профессоре, вернее, о лже-профессоре математики. Он работает в Кембриджитском университете. Его зовут Эндрю Мартин. Почему он лже? Потому что сам настоящий Эндрю Мартин неожиданно... Ну, вернее, неожиданно он долго над этим работал. Доказал теорему Риммана. И вот... Скажем всем, что такое теорема Риммана. Сейчас. Я вот, например, не знаю. Об этом узнали пришельцы. Они решили, что это, наверное, как-то слишком для Земли. Будет рано еще нам получать такое знание. Они должны это... Они хотят, вернее, это предотвратить. И посылают на Землю лже-профессора Эндрю Мартина под его личиной. А профессор Мартин, к сожалению, выпадает из нашего мира на веки вечные. Теорема Риммана. Это теорема, которая касается простых чисел. Вернее, распределения простых чисел в натуральном мире. Да зачем ты мне это говоришь? Ну так, на всякий случай, чтобы ты тоже была в курсе. Если вы докажете эту теорему, это одна из загадок тысячелетия, она пока еще никем не доказана, то вы получите миллион долларов. На самом деле получите этот миллион долларов. Так что... А может даже Нобелевскую премию по математике? Насчет Нобелевской премии не знаю, но миллион долларов получите точно. Так что если хотите миллион долларов, работайте над этим. Да ты работай как математик. Ах, нет, я не хочу миллион долларов. Я хочу миллион долларов, но я не хочу доказывать эту теорему. У меня не хватит тямки. Естественно, что попав на землю, изначально пришелец, который живет в таком строгом, логичном мире, воспринимает нас как убогих существ, мы противны ему во всех проявлениях. А очень злые. Живя в нашей человеческой шкуре, он, естественно, попадает ему, приходится общаться с семьей этого бывшего профессора, с его женой и сыном, он постепенно очеловечивается. Кстати, пока мы не забыли, здесь тоже есть собачка, но здесь ее зовут Ньютон. Да, есть собачка и есть семейные проблемы, большие семейные проблемы. Потому что Эндрю Мартин козел, вот если сказать честно. Сам настоящий профессор был таким вот... Поганеньким человечком. Не очень хорошим мужчиной, мужем и отцом. Но зато был блестящим математиком. Главной причиной того, что уже Эндрю Мартин стал сомневаться в том, что человечество алчное и плохое, жадное, стал Григорий Перельман, русский математик. Он доказал теорему Пуанкаре и отказался от получения того самого миллиона долларов. Но это тоже была какая-то важная теорема? Но это была тоже одна из загадок тысячелетия, которую никто не мог доказать. Ты мне так говоришь, как будто это очевидно и все должны знать. Конечно, это очевидно. Эндрю Мартин, кстати, он в курсе, что на Земле оказывается математика, это не главное. Да. К его великому сожалению изначально это было не главное, но потом он понял, проникся эмоциями нашими, чувствами человеческими. И вот что мне еще понравилось, когда он осознал вот эту вот смертность человека, в нем внезапно поселился страх того, а как же человек справляется с этим, с ощущением того, что он знает, что он умрет, его жизнь конечна, потому что на их математической планете они не страдают такой проблемой смертности, как мы. Здесь много вопросов, которые поднимает Мэтт Хейк. Но вот что мне нравится в его книгах, все сложные какие-то моменты, он всегда пишет очень простым языком. Книга, она достаточно грустная, меланхоличная. Ну, Мэтт Хейк действительно пишет правду в какой-то мере о человечестве, да. Тем не менее, как всегда, надежда есть всегда. Эту книгу, понятное дело, что полюбила я больше всего из-за того, что Мэтт Хейк приплел сюда математику. Я искренне считаю, что простое число — это самое идеальное... Не надо мне это обвлекать. Я, честно скажу, я внесла эту книжку в список своих любимых книг и книг, которые я буду перечитывать неоднократно. Мне книжка тоже понравилась. И да, он действительно пишет правду про то, какие мы нехорошие, какие мы... Ну, это действительно правда, это имеет место быть. Вот, не знаю, из-за этого она мне не понравилась. Ну, не то, чтобы она... Она для меня была слишком грустная. Она даже заканчивается грустно. Ничего такого не случается, она просто... Она грустная. Но он же всё равно пишет с надеждой, что... У меня нет надежды. Смотрите в будущее с хорошим настроением. Меня эта книжка ввергла в грустное настроение. Вот видишь, а мне она наоборот. Я не знаю, я после неё, у меня было ощущение какой-то вот... Лёгкости. Вот видишь... И веры в лучшее, веры в людей. Вот наше развитие. Взрослая книжка про математику. Тенистый лес. Норвегия селёдка. Все мои интересы в жизни. В общем, я для знакомства с Мэттом Хейгом... С его взрослым блоком. С его взрослым блоком, да. Очень сильно рекомендую, люди и я, прочитайте её, пожалуйста. Я надеюсь, что она вам понравится. И последняя книга Мэтта Хейга. Вышла она в 2014 году. У нас она появилась только в этом году. Это, по-моему, летняя новинка, да? Ну да, недавняя совсем. Недавняя. Эта книга по праву должна быть названа книгой с самой ужасной обложкой в 2015 году. Самая отвратительная и безвкусная обложка этого года. Мы ей присуждаем такую премию. Я сразу скажу, что эту книгу прочитала только я, Катя. Я даже сказала, что не надо тебе её читать, она тебе не понравится. В этот раз это не детская и не взрослая книжка. Это подростковая литература. Рассказывает нам эта книга о 15-летней Одре, которая живёт в мире будущего. Там у нас появились такие существа. Они называются эхо. Это роботы, которые выглядят как люди. Всё, что их отличает от людей. Это буква Э на тыльной стороне ладони. И для существования эхо необходимо 50 мл воды, столовая ложка сахара. Всего лишь в сутки. Экономичный вариант. И он может существовать совершенно спокойно. Эхо – это буквально-таки, сказать, рабы человечества. Они в доме служат, выполняют все функции, убирают, готовят, могут обучать ребёнка. Мне нужен эхо. Всё удобненько и хорошо. Но случается такое пришествие, что у Одри в семье эхо модель Алиса убивает её родителей. Одри тоже должна была быть убитой, но ей удалось спастись. Папа Одри был таким противником, оппозиционером. Он выступал против использования эхо. И в доме у них эхо появилось только потому, что отец попал в аварию, у него там была сильная травма ноги, он еле передвигался. И, в общем, была необходимость. По стечению обстоятельств Одри некуда идти. Она может идти только к своему дяде, который оказывается главой корпорации, которые выпускают эхо. Они занимаются этим производством. Какое случайное совпадение. В доме у дяди она встречает эхо, который ведёт себя странно, не так, как все. Он читает книги, интересуется всякими неположенными вещами. Естественно, у них возникает такое чувство. Любовной линии здесь как таковой нет, её очень мало. Но вот эти все кусочки, которые есть, они очень натянутые, очень притянутые за уши. И это просто такое ощущение, что надо было написать, и поэтому она была туда вписана. Мне, что не понравилось, меня очень сильно расстроило, что в этой книжке вот эта атмосферность книг у Мэтта Хейга, его вот этот язык, который какой-то сказочности его книгам придаёт, он полностью пропал. Здесь ничего нет от того Мэтта Хейга, на что я как бы могла рассчитывать. Если бы я не знала, что эта книга написана Мэттом Хейгом, я бы даже подумать этого не могла. Не знаю, мне не кажется, что это вина переводчика, я в этом очень сильно сомневаюсь. Возможно, это была книжка, которая вот для него была на заказ. Или обязаловка перед его издательством. Перед издательством. Ну, это ладно, это уже проблема Мэтта Хейга. Таких книг, их очень много. Она ничем не выделяется среди любой подростковой литературы. Это такой середнячок, серединка наполовинку. Есть гораздо лучшее книги из такого жанра. Если вы хотите знакомиться с Мэттом Хейгом как с автором, то эта книга вам ничем не поможет, потому что никакого представления об авторе она не даст. А вот если вы хотите почитать хорошую подростковую литературу, в принципе, эта книга подойдёт. Она написана хорошо, увлекательно, она быстро читается. Ну, я же хотела почитать книгу Мэтта Хейга, поэтому она меня расстроила. И меня ещё расстроило вот это окончание, как всегда. Она вроде как закончена выглядит, но вместе с тем, как бы, с таким финалом можно наклепать ещё пару-тройку книг. Ну, кстати, я смотрела, его планы у него нет пока. Там «Эхо бой 2», «Эхо бой 3». Я тоже смотрела. «Эхо бой возвращается». Ну, кстати, в этой книге, как и во всех его книгах, есть вот эта вот проблема семьи, да, каких-то вот внутренних конфликтов. Здесь нет животного. Во всяком случае, если там было животное, то я его не запомнила. Там много было таких интересных мыслей о будущем. Там была такая религия новая, стимуляционная, которая основана на том, что вера в то, что все люди находят, ну, вот типа матрицы, да, что мы не существуем, а только в какой-то виртуальной реальности. Ну, атмосферы нет. Нет, нет Мэтта Хейга, он пропал в этой книжке. Не читайте её, если вы любите Мэтта Хейга. Да. Если хотите подростковый роман почитать, то, пожалуйста, он вам понравится. Ну, а ещё Мэтта Хейга. В этом году вышла ещё одна новая книжка, но её пока нет у нас в России, мы очень надеемся, что её переведут. Она такая, вот насколько я поняла по аннотации, она, наверное, такая слегка автобиографичная. Он пишет про то, что когда ему было 20 лет, его одолевали мысли о суициде. Он был в депрессии, при этом живя на Ибице, где прекрасно, солнечно. Какая может быть депрессия на Ибице? Ну, вот какая. И вот в этой книге он нам рассказывает о том, как он справился с этими проблемами и что его подтолкнуло дальше жить. Я тоже очень хочу, на самом деле, почитать эту книгу, особенно в эту книгу, если он добавит математику, там, животное и семейные проблемы. А ещё атмосферу маленького городка, как он любит тоже. Да. На этом мы будем заканчивать видео о Мэтте Хейге. Расскажите нам, читали ли вы его книги и как вы к нему относитесь. Всем спасибо за внимание, всем пока. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, проходите по всем ссылкам, которые там внизу, они очень-очень полезны. Пишите хорошие комментарии и читайте только те книги, которые приносят вам удовольствие.